Приветствую вас! Вы знаете, читая ваш вопрос, у меня, ну как бы даже не вопрос, а текст, да, вот не совсем понятен, что наш вопрос, вы спрашиваете, вы задаете несколько вопросов, но они, как мне кажется, довольно-таки неопределенные, что ли, и вот как будто бы вы вообще вот сами не верите в то, что ситуацию можно изменить, и, пожалуй, самое главное, что мне кажется, что вы не особо, не особенно заинтересованы в том, чтобы ситуация меня отсуга по тому, что вы описываете, потому что на протяжении вашей жизни вас мучает некоторая системная проблема, вот, и почему-то вы ни слова не говорите про психотерапию, она могла бы, ну, в общем-то, довольно эффективно помочь вам в решении вашей проблемы. Так вот, вопрос у меня встречный к вам, возник следующий. Вы говорите, что любите мужчину и что он нам дорог, но при этом, судя по описанию, походит, что вы с ним вообще не встречались, потому что, как бы, на любую встречу вы, в принципе, отказываетесь, вот. И у меня вопрос, а вы кого любите-то? Реального человека или образ, потому что, ну, вот, по описанию, пока выглядит так, что вы любите образ, хотя я могу, естественно, ошибаться, естественно, могу быть неправильно, это нормально. Итак, мужчина, которого я люблю, делаю все неправильно. То есть, не очень понятно. Вообще, я прочитал, что мужчина, которого я люблю, делает все неправильно. И только потом я уже увидел, что это вы, делаете все неправильно. Вот. Давайте, сначала, я люблю, мне дорог. Что вы в это вкладываете? То есть, что вы вкладываете в люблю и в то, что нам дорог. Вот. Расскажите, расскажите немного, как вот ваша, допустим, любовь проявляется, например. Вот. Расскажите немного о том, какую направленность имеет ваша любовь. Вот. Расскажите немного, что вам хочется в этой любви. Вот. И расскажите немного о том, что такое дорог человек. То есть, ну, дорог – это значит, что он для вас ценен, важен. Вот. Было бы здорово, если бы вы рассказали об этой ценности и важности человека. В рамках вашей истории, которую вы озвучили, это вызывает несколько вопросов. Не в том смысле, что человека вы не любите, а в том смысле, что вам бы вот немножко увидеть, что в любовь вы вкладываете. В данном случае. И, собственно говоря, а всегда ли вы проявляете любовь, когда ее чувствуете? И всегда ли вы проявляете что-то другое, когда это чувствуете? Не смешиваете ли вы эти две стороны эмоциональной жизни своей? Отвече от разных. И худшее, худшее, что вы можете сделать – это подменять понятие. И представлять, что одно – это другое, и, в общем-то, из-за этого тоже страдать. Вот. Ничего хорошего в этом для вас нет и быть не может, в принципе. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Идем. Так. Я делаю все неправильно. Что означает, как мне кажется, автоматически что есть, то как правильно. Ну, то есть, вы, наверное, знаете, как правильно. Но почему-то этого не делаете. И вам, что важно, кажется, что если вы сделаете все правильно, то мужчина сразу будет ваш. И это, конечно, не так, потому что, может быть, вам и кажется, что, ну, что это правильно. Например. Ну, что-то в вашем поведении. Но если вы не будете собой, если вы не будете в этом правильном, даже, поведении с собой. Ну, все равно ничего не получится. Судя по тому, что вы описываете, я бы сказал, что с собой вы несколько быть не умеете. Вот. А значит, и правильность вам, скорее всего, не поможет. Вот. Поэтому давайте вот как-то, ну, вот, постараемся, может быть, несколько признаться себе. В том, в том, что волнует вас несколько другие вещи. Несколько другие аспекты. Дальше. Не так, как нужно. Ну, нужно кому? Вот обратите внимание, да, что здесь вы говорите по факту. Про нужность определенного поведения вам. Вы говорите. Про нужность вашего поведения вам. Что значит, на самого человека, скорее всего, вы не нацелены. И ваша задача, скорее, построить отношения, вероятность всего, хоть какие-то, чем, собственно, присущиться к себе. Вот. И, ну, присущиться к себе, я бы сразу понять, а чего я вообще человек-то чувствую. Чего я вообще для человека хочу. Вот. Понимаете? Какая сторона здесь? Вот. Поэтому на это. Но это. Я бы рекомендовал вам обратить свое внимание. Своё пристало внимание. Потому что это важно. Вот. Нужно кому? Нужно вам. Не человеку. А ведь отношения вы вообще-то выстраиваетесь с человеком. Как раз. Вот как бы и вопрос отсюда возникает. Да? Такой, ну, как мне, как мне кажется, достаточно важный вопрос. Дальше. Значит, например, пригласил меня в совместный отпуск, я отказываю, говорю коротко, мол, не хочу. Почему? Поехали в оперу. Я обожаю оперы, сердце замирают у нас в городе. Нет, нужно ехать, я отвечаю без меня. Почему? Сильно, потом переживаю, из-за этого я представляю, как можно было хорошо провести время. Ну, здесь, в принципе, вам мои коллеги в данном случае, коллега Светлана, да, она в данном случае всё, ну, она в одном, так скажем, предложение, да, вот, озвучила то, что здесь крутится на языке, по сути. А именно это, что вообще-то вы чего-то боитесь. Вот. Кусал локти, короче говоря, время уходит, летит, моё время уже прошло, силови возраст. Ну, стереотип, это, как бы, вот, стереотипы, вот, стереотипами можно ненужно работать, потому что дело не в возрасте, вот, если есть чувства, если есть любовь, да, то, условно говоря, возраст значения никакого не имеет. А то, что вы себя помещаете в определённой рамке, вот, например, того же возраста, ну, это, извините, не о чём не говорит. То есть это не свидетельствует о том, что, что силови возраст только потому, что вы так считаете. То есть это стереотип. И в то же время это жертвенность ваша, ваша, вот, и в то же время это мотивация для чего? Для того, чтобы активнее искать отношения, активнее искать мужчин, активнее ориентироваться на внешний мир, на других людей, но не на себя, не на свою реализацию, не на раскрытие своего внутренних, своих внутренних ресурсов и так далее. Я взрослее, ничего не меняется. Что это, что за идиотизм? Ну, это не идиотизм, это страх. Избавиться возможно от этого стать нормальной счастливой женщиной. От чего избавиться? Наличие мужчины не сделает вас нормальной счастливой женщиной. В этом смысле. Если только вы не считаете, что нормально быть зависимой от мужчины. Вот. Ну, не делать вас это счастливой. Счастливой вас сделает собственная реализация и следование своему внутреннему Я. Вот. Счастливой вас сделает выращение своих чувств, моих желаний. Вот. Счастливый вас сделает свобода, которая обязательно появляется в таком случае. Вот это вас счастливее сделает, да. Это правда. Ага. Остальное нет. Человек. Даже если вы с ним построите отношения, человек может идти. Вот. Вы можете человеку не разомравить. Вот. Вам может понравиться кто-то другой. Да, нормально. Это нормальная история. Вы знаете. Вот. Поэтому вот тут, мне кажется, вы немножечко утрируете. Вот. Дальше. Каждый раз тебе говорится, в следующий раз не откажу прямую любое предложение. Ну, это бесполезно. Там, если вы не смотрите корень. Делающий хуже соглашает на последний момент отказываться. Почему? Я готова разорвать себя за такую поведение. Это наказание, опьянение, самопичевание, мне кажется, является некой такой вторичной выгодой от того, что вы делаете. То есть, вы это делаете, условно говоря, в том числе, специально для того, чтобы было себя за что наказывать. Вот. Иначе, если вы себя не наказываете, то не очень понятно вообще, зачем вообще вы живете. Вот. Понимаете, как бы, да? Дальше. Так. Мое поведение не меняется. Школа, института, работа. Теперь совсем взрослой жизни. В голове не понятно, что мужчин надолго не хватает один. Непонятно. Мужин надолго не хватает один. Вы, наверное, не дописали свой вопрос. Тем не менее, если бы в голове было более яснее, вам нужна психотерапия. Вот. Обращайтесь к любому из психологов, кстати, наше. Вот. И начинайте работать. Я думаю, что вам помочь можно. И даже нужно. Вот. Но не ждите только, что ваши проблемы там есть. Условно вы ее ждете. Нет. Она не там. Она не там. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей ситуации. Удачи. 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 Удачи.